В аэропорту Емельянова актерам спектакля «Алиса» поклонники и коллеги по цеху устроили по-настоящему теплый прием. Несмотря на раннее утро, здесь собрались десятки людей. И хоть пока непонятно, получат ли красноярцы престижнейшую золотую маску, одно можно сказать точно. Их выступление в Москве произвело настоящий фурор. Возвращение! 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 После такой встречи кажется, что усталости и след простыл, как будто и не было нервов на конкурсе и ночного перелета. Актеры выглядят очень бодро, говорят до сих пор под впечатлением. Спектакль «Алиса» искушенная московская публика принимала очень тепло. Ленты социальных сетей пестрят восторженными отзывами. Поговаривают, что мы просто фурор совершили, какой-то сумасшедший. Ощущение от честно проделанной работы. Просто мы получили удовольствие, действительно, потому что мы играли в наикрасившем театре нации. То есть публика была, ну, и дирекция фестиваля, и жюри, и гости приглашенные. И очень было приятно увидеть со сцены во время действия, как раз-таки увидеть знакомые лица режиссеров, которые приезжали в Красноярск, работали с нами, ставили спектакль. Но были и трудности. К примеру, один из актеров за два дня до фестиваля сломал руку. Говорит, режиссер и художественный руководитель были в ужасе. Но его эта неприятность не остановила, а все равно вышел на сцену. Правда, из-за обезболивающих даже не помнит, как прошел спектакль. Мне врач разрешил на полтора часа разбинтовать руку, снять лангету и играть с такой рукой. Ну, это было просто для того, чтобы сделать технические какие-то вещи возможными, потому что с лангетой это было невозможно, она находится в положении 90 градусов. А на спектакле много таких вещей, которые нужно делать с прямой рукой, но по большей части она была как приложение. То есть я не работал, сильно ее не напрягал, но это было необходимо. Красноярский тез борется за золотую маску, которую еще называют театральным Оскаром, уже второй год подряд. Это исключительный случай для детского театра, да еще и провинциального. И москвичи от Алисы были в восторге. Актеров не отпускали со сцены 15 минут. По-моему, невероятно, и в общем, что-то такое удивительное, и что это происходит именно в Красноярском тюрьме. Я, в общем, завидую немножко красноярским зрителям, потому что в Москве сейчас такого уровня спектаклей, такой оснащенности может быть и есть, но вот соединение фантазии всех режиссера, художника, актеров, это вообще очень дорогого стоит. Было все красиво, музыка красивая, были костюмы просто класс, особенно чурваные королевы, танцы. Само представление прекрасное, хоть оно и не мое. На премию «Золотая маска» Алису выдвинули сразу в четырех номинациях. Как лучший спектакль большой формы, за работу художника, художника по костюмам и свету. Красноярская постановка борется за победу с лучшими спектаклями со всей России. Получит ли «Золотую маску» наш театр, станет известно 16 апреля. А подробный сюжет о том, как прошла премьера в Москве, смотрите в программе «Итоги» в это воскресенье в 18.30. Ольга Тишинина, Максим Галат и Денис Тимошенко. Новости.